Украинский укрепрайон поставили. Мы его снимали, чтобы сюда провести в музей. Сложили два украина. 22 тонны весят. Как его деды заволокли туда, не знаю, как его поставили. Вот здесь вы заходите, взято на трех город, который благодаря тому, что нас посещал ныне покойный Угачавец, пришлось построить вот такой театр, который существует в тот день. А здесь мы проводим реконструкции боевых действий. 9 мая здесь несколько реконструкций было. Сюда 7 тысяч зрителей вообще было. А при открытии до 10. Ну вот Угачавец сидел на той трибуне, смотрел, смотрел. Потом заканчивается бой. Тут немцы с нашими рукопашными идут. Вдруг он встает по трибуне и пошел. Ну мы думали, может, хоть поприветствовать, там микрофон встает. Он рванул на поле. И давай драться с немцами. Хватил винтовку, она выстрелила. Ну и сейчас, например, генерал, и сейчас за ним. Новый хоп упал, чтобы оперотехник, кричать, понимаете, по оперативной. Это про что? Угачавец. Угачавец. И тут как завязалось, а сейчас в итоге генералитет, все тут сидели у меня. Все понять не могут, что он делает. Бегают все. Вот здесь сошли наши и немцы у рукопашного. Это драка. Я говорю, он с третьего ряда вот так все пошел взять микрофона. Он вниз туда перепрыгнул. Да, и немцев начал повышать. Надо было лучшим домом. А у нас один занят, без руки Саша Серченко. Он его пропят был. Пытает его на руку, как будто убитая. Рука оторвалась у него. Он пытает винтовку. Винтовку. Бабак. Ё-моё. Все там не знают, что делать. Потом пошли в тот домик. Здесь авиация летала, все тут бомбили. А здесь там рыбка, наверное, да? Да. Нет, там в том домике его поили самогоном. А он много пить не мог. Три ему, вроде сказать, запрещают. Он генерал. Генерал принесли, ему стакан гостяри налили. Генерал выпил и упал. Я-то скажу, печень подходящий, наверное. Ты другу тут убираешь под сал, даже не замечаешь.